Всех приветствуем! Сегодняшнее видео будет из серии путешествия по Германии или что можно интересного посмотреть за один день, куда-то поехать, сменить обстановку. В особенности это очень актуально в период коронавируса, когда мы достаточно ограничены в передвижениях, а поехать куда-то хочется. Поэтому сегодня мы приглашаем вас вместе с нами прогуляться по очень красивому, уютному немецкому городку, который называется Rüdesheim am Rhein. Он находится в федеральной земле Хессен и является частью виноградного региона, который славится первоклассными белыми винами. Кроме того, здесь помимо различных сортов вин также производят шампанское, а также известный рюдесхаймский коньяк, вайнбранд. Место расположения этого городка нас очень привлекло, потому что мы сами живем в Хессене, в районе Франкфурта на Майне, и добираться туда буквально где-то немного больше часа. То есть можно на один день, на субботу, воскресенье, с утра поехать, хорошо провести время, целый день прогуляться вдоль Рейна. Там очень красивые места, действительно сейчас отличная погода в Германии, тепло, можно насладиться хорошими пейзажами. Также там есть красивые достопримечательности, которые можно параллельно посетить. Сам город расположен на берегу Рейна, у подножья национального парка Нидервальд. Отсюда очень удобно начинать путешествие по рейнским виноградникам и замкам. Действительно очень красивое живописное место, можно прогуляться вдоль Рейна по набережной, или пройтись по узким колоритным немецким улочкам, зайти в какую-то пивную продегустировать вино, или зайти в один из винных погребов на дегустацию, здесь они находятся на каждом шагу, и мимо вы не пройдете, потому что этот регион достаточно известный своими виноградниками, а также редкими сортами вин. Поэтому люди даже во время короны пользуются ситуацией, едут, дегустируют, прямо на улице, сняв маски, стоят с бокалами, мы вот шли мимо и увидели, как пара женщин дегустирует вино, далее впоследствии они купили несколько бутылок с собой домой. Одна из самых известных улочек в Рюдесхайме – это переулок Дроссельгасса, который внешне похож на тоннель, перегруженный многочисленными вывесками, винными погребами и ресторанами. Здесь всегда очень многолюдно и создается ощущение, что находишься не в Германии, а в одном из густонаселенных городов Китая или Японии. Ежегодно Рюдесхайм посещает около 3 миллионов туристов. Сейчас, конечно же, на улице не так людно, все должны обязательно одевать маски, также все это контролируется полицией, поэтому здесь такое смешанное чувство, что есть какие-то ограничения, но тем не менее люди все равно выходят на улицу, кто-то сидит на лавочках, отдыхает, кто-то прогуливается по колоритным немецким улицам. Ну а если вы спуститесь к набережной, то там не обязательно одевать маску, и поэтому можно свободно пройтись, прогуляться и подышать свежим воздухом. Обычно здесь очень людно, шумно, много туристов, заняты все питейные заведения, кто-то дегустирует вино, кто-то ходит по магазинчикам или прогуливается по набережной. Действительно очень красивое, живописное, колоритное место, и туристический сезон здесь начинается где-то с конца мая и длится аж до конца октября. Многие немцы и другие туристы проводят здесь свой отпуск, потому что есть рядом рейн, можно спуститься к воде, провести отличное время, и также есть определенные достопримечательности, которые не дадут вам здесь заскучать. Здесь очень красивая, живописная природа, много зелени, но так как мы приехали в начале марта, то пока еще рановато, и деревья, зелень не успели распуститься. Но если приехать немножко позже, когда уже будет намного теплее, то тогда, конечно же, очень все красиво, живописно выглядит. Здесь можно прогуляться не только по набережной Рейна или полочкам старого города Рюдесхайма, также здесь работает фуникулер, поднимается на высоту 1400 метров, и можно прокатиться над живописными виноградниками и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Сам по себе городок небольшой, но уютный, живописный, зеленый, типичная немецкая архитектура. Также можно спуститься к набережной Рейна, и там действительно очень красивые пейзажи, парк, есть детские площадки, но здесь мы долго не задерживались, прогулялись и решили подняться к Нидервальскому памятнику. Также там недалеко есть женский монастырь. Рядом с монастырем множество виноградников, так как они выращивают виноград и занимаются производством вина. Когда мы приехали, в сам монастырь доступ был закрыт, но на территории есть винный магазин, где можно купить различные сорта вина, которые здесь и производятся. Помимо всего прочего, здесь открывается очень красивый вид на город, на виноградники. Можно прогуляться, очень красивая живописная природа и свежий воздух. Здесь также есть несколько старых замков, которые можно при желании посетить, или подняться к памятнику, который называется Нидервальд. Нидервальд. Он находится на высоте, оттуда открывается очень красивый вид, там есть смотровая площадка, парк, и там очень собирается много людей. Мы приехали и также было достаточно людно, несмотря на то, что сейчас время короны, но люди, тем не менее, прогуливаются, отдыхают и наслаждаются прекрасным весенним временем. Сам памятник Нидервальд – это грандиозный большой монумент, возведенный как напоминание об основании в 1871 году после франко-прусской войны Германской империи. Его высота 38 метров и отсюда, как я уже сказала, открывается шикарный вид на долину Рейна. Подытоживая нашу однодневную поездку, мы с точностью можем сказать, что это отличное колоритное место, которое мы рекомендуем к посещению. Здесь мы шикарно провели наш выходной день, сменили обстановку. Здесь очень красивые, шикарные пейзажи, красивая природа на берегу Рейна. Действительно отличное место. Если вы в особенности живете в земле Хессен, то для вас это не составит никакого труда и времени сюда добраться. Поэтому, если у вас есть свободный выходной день, и вы не знаете, например, куда съездить, сходить, потому что сейчас все закрыто в данный момент, и особо-то не разгуляешься, то можно хотя бы посетить какие-то близлежащие города, места. И посещение городка Рюдесхайм – это будет одна из доступных возможностей. Также, если вы интересуетесь путешествиями, жизнью в Германии, то присоединяйтесь к нашей группе в Facebook. Там всегда есть очень много полезной и интересной информации. Ссылка будет в описании под видео. На этом мы все хотим поблагодарить за внимание, что были вместе с нами в этом путешествии. Желаем вам всего самого наилучшего, отличного настроения. До новых встреч!